Зона комфорта россиянина заканчивается за пределами его собственной квартиры. Именно поэтому наши города чаще всего выглядят убого и безобразно. Пока нас самих не волнует, что происходит за нашими окнами, никто за нас не будет пытаться сделать что-то лучше. Именно поэтому мы видим, как из года в год администрации продолжают белить бордюры, класть кривой асфальт, рубить деревья и позволять недобросовестным предпринимателям вешать уродливые баннеры вместо красивых вывесок. Разумеется, бывают исключения, когда городские власти пытаются сделать что-то действительно хорошее для города, не просто для какой-то бумажной отчетности, а именно вот по-человечески, для горожан. И в эти моменты в голове рождается простая истина. Если чиновники будут делать все как полагается, как положено, добросовестно выполнять свою работу, то сразу же наступит тот самый рай на земле, у нас все будет хорошо, все будет чисто, аккуратно и мы вообще будем жить в самой красивой на свете стране. Но, как показывает практика, проблема не только в чиновниках, но еще и в самих жителях. Именно об этом мы попытаемся поговорить в нашем сегодняшнем видео и попробуем найти ответы на два самых главных русских вопроса. Что делать и кто виноват? Здарова, соколики, на связи жирные и это первый ролик в 2021 году. Погнали! Хочу вам порекомендовать честную надежную биржу для заработка в интернете Cash4App. Как работает сервис все очень просто. Для начала вам нужно перейти по ссылке в описании, зарегистрироваться и выбрать задание. После чего необходимо создать аккаунт разработчиков Google Play, который стоит 25 долларов, и загрузить готовое мобильное приложение по инструкции. Не переживайте, сервис вам гарантированно компенсирует данную сумму. Это проверено. Только представьте, за выполнение одного задания вам заплатят до 3000 рублей, а также сервис предлагает множество приятных бонусов и самое главное, что все это честно и легально. Переходите по ссылке в описании, регистрируйтесь и начинайте зарабатывать вместе с Cash4App. Быдло, ввиду своей никчемности, страдает от заниженной самооценки. И так как это быдло не имеет ни культуры, ни достойного образования, но постоянно пытается самоутвердиться за счет грубой силы. Ведь по мнению быдлона крутой не тот, кто спроектировал интересную урну, не тот, кто эту урну смог изготовить, и даже не тот, кто смог эту урну установить, а крут будет тот, кто сможет по этой урне уебать с разворота с ноги. Здесь мы видим классический пример того, как тупое пьяное чмо пытается произвести впечатление на самку. Так как у быдлоса, конечно же, не хватит мозгов блеснуть перед ней умом, все, что он может сделать, это что-нибудь разъебать своей ногой. В этих ситуациях у быдла, как правило, два сценария. Либо докопаться до своих друзей или прохожих, либо до городской мебели. Что, собственно, в видосе, который мы только что увидели и произошло. Ощущая свою ничтожность и убогость, быдлу ничего не остается, как самоутвердиться, что-то сломав, используя собственную дуль. Так уж устроена политика в их голове. Вообще, в нашей стране очень много аномальных зон. Как только в эти места попадает быдло, оно тут же начинает все ломать и крушить. Да-да, друзья мои, именно лифты в нашей стране обладают самой негативной энергетикой. И как только пьяное быдло попадает в лифт, он тут же начинает испытывать неописуемый гнев. И ему просто необходимо что-нибудь сломать, сжечь, испортить, испачкать и так далее. Разумеется, разумеется, виной не бескультурия и необразованность, а именно неправильная проектировка лифтов. Ну вот сами посудите. Идет, значит, пьяный быдлос, там надо ему доехать, допустим, до четвертого этажа, потому что там его ждет либо пьянка, либо что-то подобное. И вот заходит он в лифт, у него прет прямо эта бычка, он не знает куда выплеснуть свою ненависть, свой гнев. Нажимает кнопку и все, что ему нужно делать дальше, это 30 секунд просто стоять. Вы же понимаете, как это тяжело. Разумеется, пьяный быдлос будет пытаться как-то развлечь себя, пока находится в лифте. Ну нельзя же просто так постоять спокойно 30 секунд, пока этот лифт едет. Так это не работает. Вообще не только лифты обладают отрицательной энергетикой. Подъезды от них, как известно, ушли не очень-то и далеко. А всему виной, конечно же, вот эти проклятые коммунальщики, которые вешат свои информационные доски, какие-то там почтовые ящики, сами виноваты. Ну как можно пройти мимо всего этого, не уебав кулаком? Тем более, если на тебя смотрит самка. Ни для кого ведь не секрет, что если ты в пьяном порыве разъебешь что-нибудь к херам, то баба твоя точно сразу же потечет. Конечно же, наш волевой народ не любит, когда ограничивают его свободу. И поэтому, если какая-то электронная хрень препятствует свободному передвижению россиянина, россиянин тут же возьмет и разломает этот кусок электронного дерьма. Чаще всего от этого страдают, конечно же, домофоны. Не, ну а чё эта хрень с кнопками себе позволяет? Я хочу в России вызвать, мне приходится сидеть с ребенком, блядь. Себя крути! Тебя грушит! Тебя грушит! Но, как известно, не только лифты и подъезды ограничивают свободу пьяного быдла, а, конечно же, все то, что их окружает вокруг. Если пьяная свинья идет по улице и видит, что перед ним стоит что-то из городской мебели, он тут же восстановит эту справедливость. Мне кажется, там в голове действует такой принцип, я выгляжу как говно, значит все вокруг тоже должно выглядеть как говно. Поэтому можно смело сказать, что эти люди не вандалы, они просто восстанавливают гармонию в мире. Ну а если отложить в сторону сарказм, то стоит заметить, что каждый из этих быдлосов, придя к себе домой, вряд ли будет делать там то же самое. А все потому, что, как я ранее говорил, эти люди не считают город своим домом, равно как они считают своим домом даже собственный подъезд. По их мнению, это просто мелкое хулиганство, которое ничего страшного из себя не представляет. Ведь это всего лишь урна, всего лишь лавочка, всего лишь кнопки в лифте. Существует так называемая теория разбитых окон, которая вкратце гласит о том, что если в здании есть одно выбитое окно, и его никто не заменяет, то в скором времени в здании не останется ни одного целого окна. Теория очень спорна, у нее есть как сторонники, так и противники, и тема эта настолько интересна, что в ближайшем будущем мы поговорим на нее более развернуто и подробно. Но затронул я эту тему в этом выпуске лишь косвенно, чтобы занести вам вот какое зерно. Представьте, что в одном из российских городов происходит чудо, и каждая его улица превращается в самый настоящий парк. Везде стоят новые урны, лавочки, фонари, кладут тротуары, бордюры, вешаются почтовые ящики, реставрируются все фасады. Сколько по-вашему все это продержится? Как скоро пьяное быдло снова все сломает? Как скоро тупые малолетки изрисуют все тегами? Как скоро свиньи закидают все это мусором? И как скоро находчивые хозяйственные мужички порастаскают себе во дворы все то, что плохо прикручено? Вот вам, как говорится, и пища для размышлений, и дискусса в комментариях. Ну, а если задаться вопросом из самого начала ролика, что же делать и кто виноват, то тут, пожалуй, все очевидно. Хотя нет, не все. Для того, чтобы искоренить мелкое хулиганство и вандализм, в первую очередь необходимо повысить культурное развитие общества, привести серьезную реформу образования и, разумеется, усилить меру наказания. Пока испорченная лавочка не сулит тупому быдлу реальный срок или огромный штраф, пьяное быдло со словами «Мне похуй!» и будет и дальше громить руками и ногами все на своем пути. Ну, а вот с вопросом «Кто виноват?» тут все не так однозначно. Ведь доселе неизвестно, кто же все-таки виноват в повальном пьянстве, бескультуре и таком наплевательском отношении к собственной окружающей среде. Хотя, возможно, это я еще пока не нашел ответа на этот вопрос, а вот кому-то из вас наверняка уже все давным-давно понятно и известно. И я буду очень благодарен, если вы напишите об этом в комментариях. Не забывайте чекать ссылки в описании, там много всего полезного для вас и для меня. И, конечно же, тыкайте вот сюда, чтобы подписаться на канал и вот сюда, чтобы посмотреть интересные видосики. На этом у меня все. Спасибо, что смотрите Жирного. Увидимся на стриме в выходные. Пока!